Доброе утро, дорогие друзья! Вы знаете, сегодня, сегодня великий день, десятая Ниссана. И есть традиция, что Шаббат Гадоль пришелся именно на десятая Ниссана, тот великий Шаббат, который был перед выходом из Египта. Но так как это день ухода из жизни Мирьям, великая пророчеция Мирьям, то мудрецы решили не привязывать Шаббат Гадоль к десятого Ниссана и установили его в Шаббат перед Писахом. Поэтому мы с вами будем послезавтра праздновать именно великий Шаббат Гадоль. А вот десятая Ниссана остается днем памяти Мирьям. Это действительно у нас величайших женщин в истории. И стоит свечечку такую маленькую за жизнь сегодня. Вообще, семь пророчиц было у народа Израиля. Это Сара, Мирьям, двора хана, Авигаль, жена царя Давида, Хульда истер. Эстер, мы тоже знаем, Пурим. Мирьям прожила 86 лет до исхода из Израиля. Бецалель, который построил храм, это и от Мирьям произошел. И вообще много-много всего, кроме того, что она родила Бецалеля и вывела, помогла вывести народ из Египта. Если вы помните, когда фарон приказал, каждый рожденный сын должен быть отдан Нилу, выбрасывали в Нилу, да, то отец Маше, Амрам развелся с женой, весь Израиль последовал примеру. И сказала его дочь Мирьям, и она спасла еврейские народ. Твой указ более жесток, чем указ фараона. Указ фараона направлен против мальчиков, которых, а ты еще и против девочек. И именно Мирьям была 6 лет, когда она это сказала. И отец привел ее в 6 лет в Санхирию, в высший орган Израиля, поставил, сказал, вот послушайте, что говорит ребенок. Понимаете? Она же, когда Маше отправила ее, мать отпустила в Нилу в корзиночке, тоже Мирьям следил за ним. То есть Мирьям связано с историей, с коренными вопросами еврейского народа. Что у нас было? У нас был колодец Мирьям, и 40 лет скитания еврейского народа по пустыне сопровождалось, если вы знаете, тремя заслугу трех праведников и чудесами. Маше в заслугу даровал Ман, заслугу Арону облака славы, заслугу Мирьям, колодец. Колодец воды исчез после смерти Мирьям, однако, написано в наше время, Хазаль учил, что колодец не исчез, он скрылся в водах Кеннеры, да, и обладает уникальными свойствами. Есть очень много историй этих, например, Хаим Виталь, великий, когда он о Ризале начал учиться, он сказал, что я ничего абсолютно не понимал, и вот он меня взял, Ризаль тогда в лодку, отвез в какое-то место, окунул кружку, сказал, выпить, я выпил, это было из колодца Мирьяма, я стал все понимать. Очень целительные свойства и так далее. Что сегодня? Сегодня учат Микубалим, что можно увидеть его, если подняться над Кевером Айот, такой есть в Твери, и посмотреть на Кенерет, то в середине озера такое ситечко, вот если ситечко видишь, это ты видишь колодец Мирьям. Очень многие люди пробовали, говорили, раби Бараба, да, сказал, что написано, что колодец виден над пустыней Ишимоном. То есть, для тех, кто поднимается на гору Ишимона, так, северо-восток от моря, есть шанс увидеть небольшое сито в Галлийском море. Ну, в общем, вот такая история. Сейчас тоже есть, я тоже пытался посмотреть, но вернемся к недельной главе. Вот закон о прокаженном в день его очищения. Почему говорят о прокаженном в день очищения? До этого не говорили. Здесь, как и в офисном Торе, великая наука. Комментарий, так сказать, показывает нам воспитательный урок. Нельзя приходить к человеку с навручениями, там, порицаниями, там, или еще, когда он болен и страдает. После того, как он заболел, выздоровеет, можешь сказать ему, поэтому говорится, что прокаженному говорят, что он прокажен только когда выздоровел. И обратите внимание, о чем говорит наша недельная глава, что словесное насилие не менее жестоко, чем насилие физическое. А те, кто вредит другому, тоже не остаются невредимым языком своим. Слова они ранят, оскорбления травмируют, злоречия разрушают людское общение. Язык – величайший дар Бога. Он подарил его человечеству совсем с другой целью. Его надо применять осмотрительно, он призван исцелять, а не вредить. В русском языке есть такое потрясающее выражение «типун тебе не язык». Это слово «типуна» означает, ну, как бы, воспаление, там, болезненная язва на языке, там. Так желают человеку, который оговаривает других людей или там что-то не так говорит, да, избак валится. И вот я слышал более хорошее предложение назначить, есть такое выражение «типун». «Тикун» – это исправление. Так вот, надо говорить «типун тебе на язык». Надо сказать «типун тебе на язык». И мне в виду, что следует подумать, прежде чем говорить. Прежде чем открывать рот, сделать себе «типун» в мозгах, чтобы у тебя не было выражений оскорбляющих, носящих вред. И это очень большое исправление для тебя и для мира. Брахава от слаха.